В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Глава муниципалитета Алексей Спаский провел оперативное совещание. Нужно разобраться там по две, по три точки по каждой управляющей компании и снять, кто этим занимается. На коноспортивной базе в Орлово прошла экскурсия для многодетных семей. Спасибо большое организаторам. Нам экскурсия очень понравилась. Юные художники из нашего муниципалитета в числе победителей конкурса Александр Невский. Гордость земли русской. Участие в таких конкурсах у нас становится уже регулярным. Очередное оперативное совещание провел глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Заместители главы администрации, руководители муниципальных управлений и служб отчитались о работе за минувшую неделю и рассказали о планах на текущую. В рамках совещания прошла и неформальная предновогодняя акция. Какая? Узнаем у Максима Козлова. Оперативное совещание у главы Ленинского городского округа – мероприятие, призванное координировать работу различных муниципальных организаций и подразделений, экстренных служб и управляющих компаний. Глава округа Алексей Спаский отметил, что один из главных вопросов, который необходимо проработать – разграничение зон ответственности управляющих компаний и дорсервиса в подходе к уборке снега, чтобы не осталось территорий, которые не убираются. Вот все здесь присутствующие, все эти вопросы спорные или звонящие знаете. Вот если каждый между собой сядет, проговорит, вы все это знаете. Плюс начальники терротделов. Поэтому нужно разобраться там по две, по три точки по каждой управляющей компании и снять, кто этим занимается. Начальник УМВД России по Ленинскому городскому округу Алексей Бадин поделился собравшимися успехом в проведении масштабной операции по обезвреживанию банды, угонявшей автомобили. Мы на этой неделе задержали группу, за которой, наверное, больше полугода бегаем. Самарская группа крадунов транспортных средств. Специализировались они на Киа Спорт Эйдж. Порядка 13 машин у нас уехало. Уезжали они в Тульскую область. Там, соответственно, перебивались и уезжали в другие регионы. Делая отчет перед главой округа, заместитель главного врача ВРКБ Елена Зинатурина назвала ситуацию с коронавирусной инфекцией в округе стабильной. За прошедшую неделю выявлено 207 новых случаев. Общее число зараженных почти составляет 24 тысячи. Вызрывших на 418 человек увеличилось. И составило уже почти около 19 тысяч. В целом же руководители различных служб и подразделений отчитались о том, что серьезных происшествий на территории округа не было. Возникающие экстренные ситуации решались оперативно. Неформальное продолжение совещания состоялось в фойе ДК, где прошла акция «Исполни детскую мечту». Дети из малообеспеченных семей написали письма Деду Морозу. И теперь любой из собравшихся, сняв с елки письмо, мог стать новогодним волшебником. У нас большая энциклопедия о природе и снегокад. Ясно. Ну, проблем, я думаю, не будет для того, чтобы ребенку подарить радость. Так что с удовольствием побуду в роли Деда Мороза. У нас мальчик Максим, ваш тезка, просит «Bizy Toys». Что это такое? Артикул указан на «Валберес», цвет любой. То есть вы знаете, что это такое? Я вот, например, не знаю. Видим, какая-то новомодная штука такая. Но я сейчас посмотрю, артикул есть. Я думаю, исполнимо. Что там у вас? Наушники беспроводные. Ну как, не будет проблем? Да нет, конечно. Нет, конечно. Все сделаем. Письмо Дедушке Морозу большинство детей писали по всем правилам. С перечислением добрых дел. Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Никита. Мне 8 лет. Он поставил галочку, что был послушным ребенком в этом году. Спис моих добрых дел. Был вежливым и добрым. Делал домашнюю работу, помогал родителям. Чистил зубы, убирал свои игрушки. Наводил порядок в моей комнате. Ну, в смысле, в его, наверное. Мне нравится фотографировать. Я мечтаю стать профессиональным фотографом. То есть вашим коллегой в какой-то степени. Мне очень хочется попасть в этот волшебный список подарков. Я очень надеюсь получить экшн-камеру GoPro с водонепроницаемым боксом. Ну как, исполнимое желание? Да, я думаю, вполне. Одним из главных, подавая пример подчиненным, в акции принял участие глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Он взялся исполнить сразу несколько детских желаний. Один я прочитал, это самокат какой-то трековый. Второй пока еще не добрался, но тоже обязательно вчитаюсь в послание. Причем видно, что ребята очень творчески подошли. Там из пластилина такая целая картина с Дедом Морозом. Не сомневаюсь, что до Нового года каждый из ребят получит подарок. Причем мы видим с каким рвением, в хорошем смысле, да, мои коллеги сейчас снимают эти конверты с елки. Все получится. В считанные минуты на елочке не осталось ни одного письма, а значит у многих детей округа совсем скоро исполнится мечта. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Политическая партия «Единая Россия» отметила 20-летие со дня создания. В рамках юбилейных торжеств проходит декада приема граждан. Секретарь подмосковного отделения Игорь Брынцалов выслушал просьбы и предложения жителей из разных муниципалитетов в общественной приемной города Видное. Подробности в нашем репортаже. Жизнерадостная и активная Ольга Шумлянцева очень ждет, когда в их микрорайоне Барыбина, что находится в Домодедово, будет построена новая школа. Старенькая училась еще сама. Сейчас детям не хватает помещений, и они занимаются в две смены. Строительство нового образовательного учреждения постоянно переносится. На прием пришла с просьбой ускорить процесс. У нас идет сейчас застройка. Застройка катетичных поселков. Детей прибавится. Очень это необходимо нам, чтобы школу начали строить. Жители приходят в общественные приемные партии не только со своей личной проблемой. Общественников волнует дальнейшая судьба местных культурных учреждений, что находятся в запустении. Владимир Редькин рассказал секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» Игорю Брынцалову об острой необходимости капитального ремонта сельского дома культуры в бывшем военном городке. Проектно-светная документация готова. Можно любое время уже отыграть и отремонтировать здание при наличии возможностей. Президент Всероссийского общества гемофилии Татьяна Васюрина обратилась с просьбой выделить благотворительные билеты в парк «Остров мечты» и оказать помощь в организации оздоровительного отдыха детей-инвалидов. «Очень маленькое количество выделяется путевочек на летний период. А рекомендации гематологов рекомендованы на летний период, так как море очень помогает». Все предложения поступят в работу профильных министерств и комиссий регионального правительства. Запросы жителей будут взяты на контроль и отработаны. «Ко мне обратились люди по разному перечню вопросов. Строительство социальных объектов на территории Московской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Вопросы, связанные с нашей культурой, образованием, здравоохранением. Ну и, конечно, мы будем помогать и искать возможности решения». Как заверил секретарь регионального отделения Игорь Брынцалов, за два десятка лет партии пройден большой путь. Но еще многое предстоит сделать. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Чем спортивные лошади отличаются от остальных? Где живут, как тренируются и зачем им солярий? Об этом и многом другом узнали ребята из многодетных семей на конно-спортивной базе «Виват Россия» в деревне Орлова. Экскурсия была организована в рамках ежегодной акции «Неделя доброты и щедрости». Они рождаются всегда темно-серыми. И по мере их взросления они прочищаются, перелинивают и становятся уже совершенно белые. Изначально конно-спортивная база «Виват Россия» в деревне Орлова использовалась исключительно для проведения соревнований. Но вскоре стала также домом для турнирных лошадей, которые здесь живут, тренируются и готовятся к состязаниям. Сюда и отправились на экскурсию многодетные семьи в рамках ежегодной акции «Неделя доброты и щедрости». В конном комплексе живут более 120 лошадей. Все они верховые, а это значит, они настоящие спортсмены. Каждый день у них расписан буквально по минутам. Завтрак, обед и ужин строго в одно и то же время. У каждого хвостатого спортсмена свой рацион и своя диета. У каждой лошадки свои мысли по индивидуальному диете подбираются. Кому-то больше кукурузы, кому-то больше нужно горох. Выездка, конкур, драйвинг, драйборья, пониспорт. На конно-спортивной базе живут представители всех этих дисциплин, а также лошади паралимпийской сборной России. Поэтому у каждого спортсмена свой график ежедневных тренировок. Также здесь проходят занятия по ипотерапии, лечебной верховой езде. Лошадь, она должна подойти к соревнованиям в хорошей физической и психологической форме. То есть лошадь для нас в первую очередь это партнер, это счастливый атлет. И это никаким образом не средство для тренировок. После тренировки каждый спортсмен в обязательном порядке принимает душ и затем отправляется греться и сушиться в солярий. Ребята из многодетных семей своими глазами увидели все эти процессы, а также узнали о лошадях много нового. Об одежде, о лошадях, ну вообще. О породах. Да, о породах еще. Спасибо большое организаторам. Нам экскурсия очень понравилась, потому что здесь такая душевная атмосфера. Очень сиродушная, чистенько, красиво. Такой приятный был экскурсовод. Детям было интересно посмотреть, как чистят лошадей, как они загорают. Хорошее впечатление сложилось. В восторге, да, то, что чисто. Большой, крупный комплекс. Детям моим тоже понравилось. Напоследок ребятам удалось прокатиться на лошадях верхом, а затем угостить их лакомствами – яблоками и морковкой. А мастер спорта по выездке Анастасия Котичева пригласила их на соревнования, которые устраиваются на Гранд-Манеже каждые выходные. В Подмосковье подведены итоги конкурса детского патриотического рисунка «Александр Невский. Гордость земли русской», посвященного 800-летию со дня рождения великого полководца. В нем приняли участие воспитанники кружка изобразительного искусства, занятие которого проходит в Расторгуйской библиотеке. Валерия Евсеева на конкурсе патриотического рисунка заняла второе место. К заданию подошла ответственная. Перед тем, как приступить к работе, подробно изучила всю информацию о герое своей картины. Я начала искать информацию в интернете. Выбрала подвиг на Чудском озере в 1242 году, где русские воины под Кальмандовым князя разогромили немецких рыцарей. Всего на конкурс «Александр Невский. Гордость земли русской» от Расторгуйской библиотеки было отправлено четыре работы. Три из них заняли призовые места. Я с детства увлекалась рисованием. Я очень хотела на рисование. Мама увидела, что тут есть рисование, записала меня. Преподаватель творческой студии Татьяна Пономарева рассказывает, что ее воспитанники всегда с радостью принимают участие в различных творческих состязаниях. Участие в таких конкурсах у нас становится уже регулярным, потому что в этом году мы тоже в всероссийском конкурсе заняли призовое место. И очень нас радуют такие небольшие достижения в нашей живописной карьере. На занятиях ребята ознакомятся с разными видами и техниками изобразительного искусства. Очередной урок был посвящен новогодней тематике. Ну, Новый год – это елка, праздник. Можно сделать к Новому году открытку какую-нибудь, не знаю, игрушку, чтобы потом поесть на елку. Юные художники при помощи ваты, клея, воды и красок мастерили белого медведя. Самое легкое – это распушиться медведя. Ну, вот так. А самое трудное – сделать ему ноги. Также ребята постарались изобразить еще одного героя – тигра. Ведь, согласно китайскому гороскопу, следующий год пройдет под покровительством именно этого животного. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»